МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире очередной выпуск информационной программы СЛАК Парад в студии Тамерланд Леубаев. Что касается ситуации с коронавирусом в регионе, по информации Управления здравоохранения, за прошедшие сутки в области зафиксировано 110 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день в регионе инфицировано 21 766 человек. 75 пациентов находятся в критическом состоянии. За последние сутки от COVID-19 умерли 2 человека. С начала распространения коронавирусной инфекции 123 человека умерли от опасного вируса. В настоящее время заполняемость инфекционных больниц составляет 41%. Здесь проходят лечения 705 человек. В целом по области 220 769 жителей получили первый компонент вакцины. 188 470 человек прошли полный курс вакцинации. В новый учебный год с новыми правилами, требованиями и запретами. 1 сентября все школы, колледжи и вузы распахнут свои двери для школьников и студентов. Но необходимо будет соблюдать ряд определенных правил и требований. Вакцинация педагогического состава и персонала должна быть стопроцентной. За исключением тех, кто имеет медотвод. В каждом учебном заведении должны будут внедрить программу АШИК, а еще соблюдать масочный режим, обеспечить рециркуляторы, санитайзеры, антисептики и дезинфицирующие средства. Кроме этого, вводятся запреты на проведение массовых мероприятий. Отменяется кабинетная система обучения, за исключением лабораторных и практических занятий. В общежитии будут заселяться студенты, имеющие вакцинацию против COVID-19, не допускать вход в организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая столовые буфеты людей с признаками респираторной инфекции, имеющих желтый и красный статус при регистрации по QR-коду. Въезд иностранных студентов на территорию страны разрешается только при наличии паспорта вакцинации, либо отрицательного результата ПЦР-теста. Правила вступают в силу с 25 августа. Благоустройство села – достойные условия жизни для населения. В административном центре Тимирязевского района возводится ряд новых социальных объектов и ведется реконструкция действующих. На строительство физкультуры, оздоровительного комплекса и хоккейного корта будет потрачено порядка 700 миллионов тенге. В районном доме культуры ведется капитальный ремонт на сумму более 150 миллионов тенге. Фронт работы внушительный. Частичная замена кровли, обшивка и утепление здания. Реконструкция сцены в зрительном зале, ремонт потолка, напольного покрытия и многое другое. Всего в районе действует 42 творческих коллектива. Начали ремонт мы в августе, потому что в июле только получили разрешение с ГАЗКО на ремонт. Планируем закончить в ноябре месяце срок. Подрядный фильм вышел на 107,679 миллионов тенге. Школа-гимназия имени Сабита Муканова самая крупная в районе. Здесь обучается 430 человек. Имеется мини-центр. Ежегодно в учебные заведения вкладываются немалые средства. Так, в прошлых годах осуществлена замена кровли, окон. В этом учебном году ребят вновь порадуют обновленными кабинетами. В этом году капитальный ремонт уже внутренние виды работ и фасадные работы. 206,9 миллиона тенге в этом году выделено на капитальный ремонт. Здесь проводит капитальный ремонт фирма «Градстройсервис». Это город Шимкент. Они выиграли конкурс. В рамках программы «Аул ЕЛБСГ» начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Средства из Национального фонда на эти цели составили 582 миллиона. Высота здания будет более 10 метров. Пропускная способность – 88 человек. В скором времени в шаговой доступности от физкультурно-оздоровительного комплекса начнёт работу и хоккейный корт. Стоимость проекта – 91 миллион тенге. В прошлом году было выделено уже освоено 80 миллионов тенге. В текущем году будет освоен остаток. Производит данный проект подрядчик у нас ТО «Эксклюзивстрой». На данный момент уже установлены все металлоконструкции. Уделяют внимание в районном центре реконструкции дорог. Только в текущем году в Тимирязево потратят 230 миллионов на средний ремонт внутри поселковых дорог с тротуарами и освещением. На сегодняшний день все по плану работы выполнены подрядчиком. Подрядчиком у нас был ТО «Эскаказалем». Было запланировано 9 улиц. Из них 6 улиц заасфальтированы у нас асфальтного покрытия и 2 улицы – это щебёночного покрытия. Сразу три детских площадок на сумму 12 миллионов тенге появились в районном центре в этом году. Счастливые дети, довольные родители. Наталья Итова, Ростам Тлюжанов, Служба новостей. Впервые на базе казахстанского вуза планируется открытие сертификационного центра, который будет заниматься поставкой вакцин для сельскохозяйственных животных и птиц. Партнерами проекта выступает французская компания «Цева Санта Энимал». На первом этапе будут запущены курсы для преподавателей, которые в будущем смогут оказывать образовательные услуги студентам и фермерам региона. Образовательные программы агротехнологического факультета Казыбаев-юниверсити традиционно входят в топ-10 лучших по республике. Из 750 студентов более 90% здесь обучаются по гранту, что говорит о высоких знаниях и мотивации ребят. Именно поэтому французская компания выбрала «Североказахстанский вуз для открытия тренинг-центра». «Мы были проинформированы о том, что в этом университете проходят очень амбициозные международные проекты, поэтому мы выбрали именно этот регион и этот университет». Стартом данного масштабного проекта стало подписание трёхстороннего меморандума о сотрудничестве между Казыбаев-юниверсити и компаниями-партнёрами. Специализированную аудиторию оформят по типу зеркальный кабинет и оснастят всем необходимым оборудованием. Для наших студентов и преподавателей полученные здесь сертификаты будут бесплатными. Так будущие зоотехники смогут овладеть французскими технологиями вакцинации животных и таким образом стать новаторами в Североказахстанской области. «Первым этапом нашего сотрудничества будет обучение из числа профессорского преподавательского состава факультета двух-трёх человек, которые будут тренерами на территории нашей, на базе нашего университета. И мы уже непосредственно будем эти знания распространять непосредственно среди студентов и среди представителей фермерских хозяйств. То есть это позволит нашим студентам, помимо того, что они получают одну профессию свою общую, получать дополнительные сертификаты, работать в этой сфере и непосредственно уже после окончания курсов на договорной основе фермерских хозяйств будут приглашать наших студентов. Ну и, соответственно, они будут оказывать данные услуги по вакцинации сельхозживодных». На мероприятии также присутствовали ветеринарные врачи, технологи и специалисты крупных фермерских хозяйств региона. Для гостей была организована диалоговая площадка с представителями международных компаний по вопросам улучшения здоровья сельскохозяйственных животных. Кирилл Потёмкин, Служба новостей. «Это были все новости к ближайшему часу. Увидимся в 17.30». Редактор субтитров А.Семкин